Нет. Так устроен этот мир. Поэтому именно жена несёт в дом добро. Понимаете? То есть именно жена, она как бы... Она даёт силу мужу, возможность быть богатым, успешным. И самое интересное заключается в том, что богатство у мужчины является кармой женщины. Вот он, допустим, женился, какая карма на богатство у жены, столько в доме будет богатства. Мужчина, допустим, может много денег зарабатывать, но не отдавать их жене или тратить их, вкладывать в какие-то проекты эти деньги всё время будут где-то, но не дома. Будут они дома или нет, зависит от жены. Если жена очень предана мужу, верна мужу, она как бы служит ему, заботится о нём, тогда в этом случае деньги пойдут в дом. Ну, соответственно, на детей, на развитие семьи и так далее. Это зависит уже от женщины, от её поведения. Если она постоянно пилит мужа, то она его перепилит когда-нибудь. В этом нет никакого сомнения. Как выглядит перепиленный муж? Женщина, как выглядит перепиленный муж? У вас есть какие-то представления об этом? Я могу вам написать картину. Перепиленный муж обычно ползает под столом в пьяном угаре. Или целыми днями играет в домино. Или постоянно смотрит телевизор без отрыва. Так выглядит перепиленный муж. Если муж поддерживается энергией жены, то он выглядит по-другому. Он постоянно занят чем-то важным в жизни. Он постоянно заботится обо всех. Он постоянно интересуется чем-то и постоянно горит желанием что-то делать в жизни. Так выглядит неперепиленный муж. Теперь попытайтесь понять, перепиленный муж у вас или недопиленный. Мужья, имеющие хороших жен, знают, как вести домашнее хозяйство. Мужья, имеющие хороших жен, знают, как вести домашнее хозяйство. Это знание опять идет от жены. Представляете? Мужики вообще как бы не при делах. Мужья, имеющие хороших жен, имеют благорасположение Бога к себе. Интересную фразу прочитал в ведах, что когда жена бросает мужа, она проклинает его и проклинает его родственников, а также саму себя. Ну то есть женщина, которая бросила мужа, она сама становится несчастной и делает несчастным мужа также. Несчастным делает муж заодно. Представляете, как можно классно бросить. Все будут страдать. Женщина в это время, наступает период развития. Если мужчина бросает, женщина развивается как личность. Она ближе к Богу становится. Мужчина идет к деградации. То есть это очень хитро делается судьбой. Если мужчина бросает жену свою, немедленно, сразу же, ему Бог дает очень красивую, очень талантливую, великолепную девушку. Сразу же, вот так вот. В пять раз лучше жены. В пять раз лучше. Дает Бог ему сразу же такую девушку. И он думает, блин, классно, что я бросил жену. Супер вообще. И он втрюхивается в эту девушку по самые уши. Все. То есть он ее любит бесконечно. Все дальше происходит. Эта девушка начинает гордиться собой все больше и больше рядом с ним. А потом, через несколько лет, дает ему очень большого пинка. И он летит. Мой дельта флан. Очень далеко. И годика два потом мучается неимоверно. Страдает. И только потом он понимает, зачем он, дурак, бросил свою нормальную жену. Вам нравится такая картинка? Нет. И мне тоже не нравится. Поэтому знание превыше всего в этом мире. Да, человек уже знает, что будет дальше. Он смотрит, по крайней мере. Если он видит, да. Правильно говорил этот очкарик. Дал мне Бог красивую девушку. И она уже начала гордиться собой. Надо сматываться назад. А это означает, что у жены, жена не выполняет свое следующее правило. Которое мы еще не говорили. Если жена уже выполняет все свои правила, то это только половина ее обязанностей. Потому что, когда она все свои правила выполняет, и у мужчины в сердце уже появилось очень сильное уважение к ней, то есть очень сильная благодарность в сердце уже появилась, то с этого момента женщина должна выполнять вторую половину своих обязанностей. Она должна начать воспитывать мужа. Потому что женщина является сердцем мужа. Она точно знает, чего в жизни не хватает. Только жена знает, чему мужу в жизни не хватает. Она точно знает его проблемы, но донести она их не может по той причине, что он ее не уважает. Если женщина искренне служит мужу, он ее начинает уважать, хочет он этого или нет, не имеет значения. И после этого она может ему говорить правду. Была такая история. Один царь пошел сражаться, ведический царь, и проиграл битву. И он сбежал с поля боя и прибежал к воротам своего города. К воротам подошла его жена и спросила, кто там. И он говорит, это я. А где войско? А войско сражается. И она говорит, мой муж, она ему сказала, мой муж никогда не бросит свое войско, никогда не уйдет с поля битвы. Ты самозванец. Иди отсюда. Когда придет мой муж, он тебя казнит. И он сел на коня. Тык-тык-тык-тык-тык. Расскакал назад. А что делать? Какие варианты? Воспитание является важной частью жизни женщины, воспитание мужа. Если любовница завелась, значит жена не воспитывает мужа. В этом есть причина. Это значит, что очень женщина сильно привязана, чтобы этот мужчина у ней жил, у ней был, потому что он ее кормит, поет. Это называется женский эгоизм. Из-за женского эгоизма женщина часто не воспитывает своего мужа. И поэтому балует его. Представьте, этот сбалованный муж начинает заводить любовниц себе и думает, что он таким образом такой крутой, он может сразу и любовницу иметь, и жену. Но на самом деле Бог так устроил, что женщина внешне выглядит слабой. Но так как она обладает самой большой могущественной силой в этом мире, это сила любви. Энергия любви — это самая могущественная сила, которая только есть в этом мире. Поэтому никто не сможет тягаться с ней в силе. Если женщина захочет воспитывать мужа, и если она имеет на это право, ему деваться некуда. Ему придется быть воспитанным. Она может очень спокойно отшить эту даму. Она может узнать, где она живет, прийти к ней в гости и поговорить с ней. Без злобы. «Просить, как ты живешь?» Она скажет, нормально. И я тоже нормально живу. Я вот в свое время мужа не воспитала как надо, поэтому он мучает тебя и мучает себя. Также мучает меня. Видишь, пока ты вот с ним гуляешь, ты не сможешь выйти замуж ни за кого. А он не сможет бросить меня, потому что я ему верна, я не гуляю. Поэтому лучше тебе заставить себя отказаться от отношений с ним. Этим ты спасешь свою судьбу. Захочет она слушать или нет, не имеет значения. Но слова были сказаны, придет время, и все будет как надо. То есть воспитывать мужа надо начинать с девушки, с которой он общается. У мужчин другая ситуация. Если девушка начала, с кем-то гулять, его жена начала с кем-то гулять. Надо найти этого человека, с кем она гуляет. Один раз ко мне пришел молодой человек на консультацию и рассказал мне историю своей жизни. Он говорит, меня жена в жизни не очень уважала. И в какой-то момент она тайком начала гулять от меня. и я потом узнал, что она гуляет, и она как бы привыкла к этому и начала гулять уже не тайком. она... Ну, то есть ее провожал этот молодой человек. И муж вышел как бы из дома встретить свою жену. Увидел ее с молодым человеком. Вот. И он ему помог, этому молодому человеку. Он ему сделал точечный массаж лица. Ну, как бы... Он его полечил. При жене. Жена, когда увидела, что этот благородный рыцарь, которого она уважает, лежит, отдыхает после массажа. А ее муж, которого она не уважает, стоит, готовый еще раз сделать ему массаж, если он встанет. И все это он делал с такими словами, что ты должен понять, что у меня есть семья, есть дети и жена. А ты разрушаешь эту семью. И поэтому я хочу тебе помочь. И он ему помог. Тут, когда как бы массаж был закончен, он больше не хотел уже общаться с его женой. Жена начала уважать свой мужик. Простой метод, правда? Если наоборот. А? Если наоборот. Наоборот не может быть. Правда на того, на стороне того человека, который... Бог защищает того, кто... чью семью разрушает. Если вы чувствуете, что этот человек два раза выше вас, и как бы два раза сильнее, ну то есть он реально может вас победить. Ну возьмите пару друзей. Вдвоем, чтобы справитесь точно. Бог всегда на стороне того, кто имеет правду. Если вам для того, чтобы доказать правду, мало одного, значит возьмите пять. И докажите правду тому, кто не хочет ее видеть. Правда заключается в том, что семья должна быть сохранена на благо детей, на благо жены. Женщине очень трудно отвязаться от человека, который ее соблазнил. Самой. Надо ей помочь. В этом заключается обязанность мужа. Жена потом будет благодарна. Она сначала поплачет, поплачет немножко. Потом будет очень благодарна мужу за то, что так вот ее сохранили в семье. Она потом увидит качество настоящего этого человека, который ее соблазнял. Человек, который соблазняет, не может быть настоящим. Он не играет роль настоящего. Настоящего он не может. Он будет уже звонить совсем по-другому. Скажет, извини, что-то я не хочу больше с тобой общаться. Как-то так вот ты себя повела странно, когда меня били. Надо было милицию вызвать. Она скажет, извини, я на своего мужа милицию вызывать не буду. Ну и так далее, понимаете. Сразу как бы другие, другая песня будет петься. В этом во всем. Смотрите, если правда на стороне семьи, основной мотив, но любовница оказалась лучше воспитательницей. Вот лучше. А любовница всегда лучше воспитательницей. Как ей бороться с женой? Подруги здесь не сработают. Ей бороться с женой? Любовница бороться с женой? Какая слабая воспитательница? А никогда любовница не может бороться с женой, потому что Бог создал семью, и Он ее храняет. Даже если любовница считает себя лучшей воспитательницей, все равно ей придется оставить этого человека или страдать. Мы не решаем, с кем нам жить. Если человек вырывает мужа из семьи и считает, что он поступает правильно, потому что он лучше, она лучше, допустим, этой женщины, с которой он живет, то это означает несанкционированное вмешательство в жизнь человека. Потому что семью создает Бог. Кто нашел себе мужа? Поднимите руку. Никто не нашел себе мужа. Муж пришел сам в жизнь. Мы даже пять лад не можем найти в городе, если пойдем искать цереноправную. Мы ничего не найдем. Будем ходить по городу, не будем видеть это и пять лад. А как найти мужа? Никто не может найти себе мужа. Приходит время, Бог дает мужа. И надо этим дорожить. Бог дал мужа, значит, надо им дорожить. Если женщина не дорожила, то он нас завел в любовницу. Хорошо? Права ли любовница? Нет. Потому что человек в этой жизни может несанкционированные поступки совершать. Поэтому мы и страдаем. То есть мы можем совершить поступок без воли Бога. Мне кто-то понравился, надо решить вопрос. Имеешь ли ты право на этого человека или нет? Если не имеешь права, значит, он станет причиной твоих страданий. Красота в этом мире является крючком. Красота благородства мужчин, красота женщин является крючком, который приносит человеку самое максимум количество страданий. И это не только в человеческой жизни так устроено. Мы можем изучить вообще, как происходит страдание в этом мире, допустим, у животных. У оленя самое любимое чувство это чувство слуха. Он с большим удовольствием слушает музыку. И музыку вообще леса. Он слышит музыку леса. Поэтому олени иногда останавливаются, замирают и вот так слушают лес. И поэтому охотники с древних времен имеют рожки. Они играют в рожок, олени прибегают и их убивают, не надо за ним даже бегать. У мотылька самое лучшее чувство это чувство зрения. Он испытывает большое счастье от света. И когда он летит на костер или на лампу, он в ней сгорает. Обжигается и умирает от этого. Продолжать? У рыбы самое лучшее чувство это чувство вкуса. И поэтому она погибает на крючке, желаясь кушать червячка. А у человека самое лучшее чувство это желание любить. Поэтому человек чаще всего погибает, его судьба погибает из-за этого желания. Вот и все. Все очень просто. Не думайте, что красота и любовь являются тем, что мы должны обязательно взять в свою жизнь. Это является испытанием для каждого человека. Человек должен один раз только взять это испытание в себе и дальше его нести по всей жизни. Потому что то, что мы считаем любовью, с чего мы ждем в своей жизни, на самом деле является влюбленностью. И это является опасным испытанием судьбы. Влюбленность не цель жизни человека. Влюбленность надо испытать один раз и потом дальше сражаться за любовь. Потому что когда влюбленность проходит, дальше начинаются испытания. Всегда во всех семьях, всегда и во всех семьях влюбленность заканчивается. И начинаются испытания. Для того, чтобы научиться любить, надо реально служить человеку, чтобы потом любовь настоящая в твои отношения пришла. Любовь соткана из уважения. Сначала в отношения приходит уважение. Ты начинаешь уважать человека, с которым находишься. Потому что видишь его проявление любви. Настоящий. Он жертвует свою жизнь для тебя. Дальше после уважения приходит верность. Второй этап верность. Ты думаешь, я не буду бросать этого человека. И следующий этап, когда уже любовь, чистая любовь входит в отношения, этот этап он основывается на искренности. Два человека могут искренне общаться друг с другом. До этого момента никакой искренности в отношении между мужем и женой нет. Это просто обман. Они скрывают много друг от друга. Они стараются как бы бояться искренних отношений. Но искренность приходит как результат борьбы за любовь в семье. Несомненно, приходит для тех, кто борется за любовь. Поэтому не думайте, что влюбленность является основанием разрушать чужую семью. Семья уже создана, чтобы бороться за отношения. Влюбленность уже там прошла. Но это не значит, что можно соплодить влюбленность у человека, который уже сражается за свою любовь, и тем самым осчастливить его. Никаких шансов на это нет. Мужчина, имеющий две семьи официально и неофициально, это муж перепиленный. Не факт. Человек, который уже осекся в своей жизни и имеет две семьи, может расстраиваться и начать новую жизнь. С третьей? Нет. Новая жизнь означает, что он берет ответственность за этих двух женщин, но он должен жить с одной из них. А второе сказать, что тебе придется найти другого мужа. А почему они с женами а по три женами и с женами? Другая культура. Но почему они, конечно, по той причине, что у них женщины по-другому воспитаны. А жить с тремя женами или с двумя или с одной это зависит от настроения жены. Кто из вас готов жить вместе с другой женщиной рядом со своим мужем? Поднимите руку. Вот поэтому вы не мусульмане. А если мусульман спросить, а у меня была такая возможность, то многие мусульманки поднимают руку без проблем. Это зависит от воспитания женщины. Вы знаете, к сожалению, сегодня в репре наблюдается другая картина. Женщины боятся в этом признаться. Но сейчас в него живут две женщины с одним мужем. Одна использует его положение, богатство, а другая его возможность подарить ей какой-то подарок и счастье. Но надо определиться мужчине, кто его жена из этих двух. В этом заключается проблема. Так могут все эти трое страдать всю жизнь. Я как-то приехал в Ростове с лекциями и меня на лекции вез мужчина, с ним рядом была жена, и он мне начал рассказывать историю своей жизни, что у него есть жена, есть любовница, они все трое ходят на мои лекции. Потом я познакомился с любовницей, я ее уговаривал расстаться с ним, она плакала, говорил, я знаю, что надо, но никак не могу заставить себя. Я говорю, ну ты заставь, он же сам не сможет, он слабый человек. Так мы общались. Они все трое страдают, у них жизнь как ад, потому что никакого счастья жить так, как Бог не хочет, нет. Если человек живет так, как Бог в его сердце не любит, он все что ему хорошо. Потому что счастье человеку дает Бог как представительство Бога, который находится в сердце. Ведах называют сверхдуша или голос совести, или голос истины. Это энергия счастья, которая выходит изнутри. Кто из вас чувствовал хоть раз в жизни, что так раз что-то вышло изнутри и стало хорошо? Могу вам сказать по секрету, что вы каждый день это имеете, но не всегда можете понять, что это так. Счастье приходит только из сердца человека, оно не приходит из вне. Это иллюзия думать, что счастье приходит из вне. Поэтому если человек делает все как Бог хочет, тогда он счастлив по-настоящему. А если он так не делает, значит его счастье это просто его сон. Он просто ну как вы знаете, можно даже мечтать во что-то верить, в такую иллюзию, жить этой иллюзия, настоящего счастья нет. Рано или поздно это становится заметным в жизни. Ты уже понимаешь, что это все просто иллюзия, счастья настоящего в таких отношениях нет. Человек должен учиться жить правильно, и тогда он будет счастлив. перейдем на мужчин. Я начинаю с женщин, чтобы мужчины не сбежали с лекции. Это важно, потому что мужчин сердце более чувствительное, они боятся, когда с них начинают. Женщины готовы принять удар судьбы на себя быстрее. Я отношусь на третий плюс можно. А как вы знаете, что надо другого человека бросить луны, как не бросить, потому что кармами отрабатывать не можно отрабатывать. Ну, допустим, ты живешь с мужем, как узнать, что ты не можешь с ним отработать свою карму, и надо его в результате бросить? Сейчас объясню. И как не отрабатывать то же самое с другим? А невозможно с другим то же самое отрабатывать. Экзамен сдается один раз только. Смотрите, ты живешь с мужем, допустим, отношения тяжелые. Это необычная ситуация или обычная? Обычная. Во всех семьях, когда влюбленность проходит, отношения становятся тяжелыми. Потому что любовь это не сладкая конфетка, которую можно забросить в рот просто так. Ее надо заслужить. Так отношения с любым мужчиной тяжелые. часто женщины не понимают и думают. Может бросить мужа? Как определить, может ты сделать счастливыми отношения с этим человеком или нет? Ответ очень простой. Можешь. Потому что все люди это души и все люди обладают энергией счастья. Если ты с этим человеком будешь вести себя правильно, то ему придется тебя полюбить. Надо просто понять, в чем я не права. В этом заключается самая большая трудность. Если ты с этим человеком не поймешь, то значит со следующим тоже не поймешь. И так далее. Это будет бесконечно, пока тебе не придется понять. Но интерес, самое удивительное заключается в том, что с каждым бросанием человек получает себе человека другого ниже по развитию духовному. Может быть красивее этот человек, богаче, но он будет циничнее. Он будет менее честным, менее порядочным, менее глубоким в отношениях. То есть мы бросаем одного, следующий будет хуже в этом плане, в плане возможности иметь любовь. Влюбованности будет сколько хочешь с ним, нет проблем. но любовь это уже другой вопрос, понимаете. Любовь это не дешевая вещь. Просто от перемен мест слагаемых его не достигнешь. Надо оставаться с тем, кто есть. Как определить, что Бог как бы уже, ну то есть как определить, что ты не сможешь с ним жить дальше? очень просто. Продолжай сражаться за свою семью. Если суждено ей развалиться, такое тоже бывает, то она развалится, несмотря на то, что ты сражаешься за нее. И это произойдет не по твоей вине. И тогда ты отработал уже свою карму плохую, тебе Бог даст другого человека, и этот человек принесет тебе счастье. Одна девушка внимательно слушала мои лекции и подумала, Олег Геннадьевич, теперь я все поняла. Оказывается, надо так себя вести, чтобы муж сам бросил тебя. Не надо самой бросать, надо просто так сделать, чтобы тихонько, чтобы незаметно никто не знал об этом, чтобы он сам бросил. И она начала следовать этой практике, и муж ее бросил в результате. Потом все уже поняли, почему он ее бросил. Это все вскрылось. Даже если бы не поняли, все равно счастья у того человека, который заставляет бросить своего мужа, тоже не будет. Бог же не мякишка, его не обманешь. Не разведешь на двух копейках, понимаете, то есть надо реально понимать, что Бог всем управляет. Мы его обмануть не сможем. Надо искренне сражаться за свою семью. Не думайте, что в этом мире справедливости нет. Вы допустим думаете, никогда я с ним счастлива не буду. Это не нам решать, с кем мы будем счастливы. Если семья не распадается, а я уже такая хорошая, какой можно сделать вывод? Значит я еще не такая хорошая. вывод только такой можете сделать. Значит чего-то я не понимаю в отношениях. И когда человек понимает все в отношениях, что происходит, близкий человек меняет отношения. А сейчас, чтобы вы не думали, что это просто теория, нас здесь много. Мы проведем уникальный эксперимент. Поднимите руку те люди, которые точно знали, что с этим человеком жить невозможно. но в результате правильного поведения они теперь точно знают, что этот человек становится все лучше и лучше и скоро у нас будет счастливая жизнь с ним. Поднимите руку. Смотрите в зал. Для вас эта статистика. А теперь мы еще один эксперимент проведем. А кто уже сделал так в своей жизни, что муж был ужасно, вел себя ужасно, а теперь очень любит. Поднимите руку. видите, меньше, но тоже есть. Поэтому не думайте, что я здесь трепло кукурузное приехал и вам тут лапшу на уши вешаю. я говорю те вещи, которые реально существуют. Попытайтесь это понять и применять в своей жизни. Мужчина должен развивать в отношениях женщины терпение. Он должен учиться понимать, что женские эмоции не являются грехом. Женщина соткана из любви, поэтому иногда она выходит из с равновесия. Это как река. Веды объясняют, что женщина это как река, а мужчина как берега. И это река, когда она течет, река это энергия любви. Она когда течет, она может бурлить, ее поток иногда становится гладким. Это все зависит от кармы. Иногда река поворачивает, и она может выйти из берегов. Если она выходит из берегов, что с рекой становится, она погибает, она растекается по лугу, ее нет. Она теряет себя эта река. Поэтому берега должны быть достаточно крутыми, чтобы река не вышла из них. Поэтому основная обязанность мужчины это аскетизм. Мужчина должен жить аскетично, чтобы у него хватало силы терпеть женские эмоции. Он должен быть очень сильным в том плане, чтобы не поддаваться этим эмоциям, а поддается мужчина всегда женским эмоциям, только в том случае, если он хочет ей наслаждаться. Не дарить ей счастье, не служить ей, а наслаждаться ей, использовать ее. Когда мужчина начинает использовать ее, женщину, то он становится рабом женской энергии. Когда мужчина становится рабом женской энергии, то он постоянно кричит на нее, почему у нее плохое настроение, почему она за ним не ухаживает и постоянно мучает ее, потому что он становится рабом. Как женщине в этом случае вести? Надо сердцем своим отстраниться от него и не заводить с ним близких отношений до тех пор, пока он не остынет. Когда мужчина остывает, он становится опять крепким, сильным и уже может держать течение реки в нужном русле. То есть у него достаточно высокие берега. Берега растут от аскетизма и воздержания мужчины. Чем больше мужчина аскетичен, направлен на служение людям, на служение бескорыстной жене, и чем меньше он хочет эксплуатировать ее тело, тем сильнее у него психика и способность спокойно относиться к эмоциям женщины. В этом случае женщина становится сама спокойная, она чувствует себя защищенной, рады с этим мужчиной, потому что женщина знает, что она сама управлять своими эмоциями не может, нет такой силы, и поэтому она выбрасывает их на своего мужа всегда. И это неизбежность, которую надо принять как судьбу. Мужчина должен быть очень сильным, а это значит отстраненным немножко от жены. Когда женщина начинает плакать, истерики качать, надо спокойно кивать головой. Да, моя дорогая, да, моя дорогая, все купим, все у нас будет, все приобретем, ко всем сходим в гости, везде съездим, обязательно, обязательно. Когда поговорим завтра, когда ты успокоишься? Когда я тебе сейчас не могу сказать, потому что ты нервничаешь, но завтра мы поговорим с тобой, когда это все будет. И завтра надо погладить жену на следующий день и сказать, моя дорогая, я тебя очень люблю, ты понимаешь это? Она скажет, нет, надо сказать еще погладить разок, ты теперь понимаешь, что я тебя очень люблю? Немножко понимаю. Вот, теперь ты должна меня выслушать. Мы с тобой будем это иметь не сегодня. И сказать, у нас все равно все хорошо, ты согласна? Да. Все, и все будет нормально. Понимаете, так мужчина должен себя вести. Веды говорят, что мужчина должен воспринимать женщину как ребенка. Ее эмоции для него, он не должен им серьезное значение придавать, он должен эмоции женщины воспринимать как ребенка. Но между ребенком и женщиной есть разница. Разница заключается в том, что ребенка можно приструнить, его эмоции можно подавить силой, а эмоции женщины силой не подавишь. В этом разница между женщиной и ребенком. Понимаете? То есть ребенком и все. А с женщиной так не получится. Потому что если мужчина начинает давить на женщину, то есть берега начнут сходиться, что с рекой происходит? Она выходит из берегов просто и все, и течет куда хочет. Ничего не получится. Это не работает с женщиной. Психика женщины сильнее, чем у мужчины, и поэтому она будет истерики катать до последнего. Пока мужчина или на стенку не полезет, или не сопьется, или не начнет бить свою жену, или не убежит из дома, и так далее. То есть и женщина сама не может остановить, потому что она река. Река себя остановить не может. Может только муж ее остановить. Единственный способ останавливать — это твердый внутренний характер, спокойный твердый характер, и отношение к женщине снисходительно очень, как к ребенку. Не значит, что женщина — ребенок. Женщина соткана из любви, ее сердце абсолютно чувствительно, и разум женщины имеет чистую природу, а мужчина — разум сильную. Если муж слушает слова своей жены, то в этом случае он знает, что будет дальше. И также знает, как ему себя со всеми вести, потому что ее сердце очень четко реагирует на то, что происходит с ним. Это не значит, что женщина сама для себя может так же это все делать. Она для себя может обычно ошибаться, но по отношению к мужу она знает все, как есть. Поэтому разумный мужчина всегда спрашивает советы у своей жены. И жена ему дает очень правильный совет чаще всего. Но надо внимательно следить за настроением жены. Если женщина отвечает спокойно, значит это истина. А если она эмоционально отвечает, возбужденно, значит не надо ее слушать. Если женщина спокойно говорит что-то, значит она знает правду. А если она чего-то хочет, значит она будет обманывать. Ну то есть надо внимательно следить за настроением жены. Но мудрость женщины, она имеет такую природу, природу чистоты. А мудрость мужчины имеет природу силы. И женщина должна знать, как направить эту силу в нужное русло. Не надо вставать перед ней, перед этой силой. Получится водопад. Если навалиться на берег, река наваливается на берег, что получается? Но вытекает из берегов, потом падает куда-нибудь. Ну то есть опасно, и разбивается в дребезги потом. И так мужчина должен иметь терпение. Он должен иметь наставника в своей жизни. Потому что мужчина, который не имеет наставника, он не знает, как ему жить. Мужчина есть одна проблема. Он себя считает Богом. Он считает, что он все знает, все понимает, как ему жить. Яйца курицу не учат. То есть он крутой, все знает, все понимает. На лекции не надо ему ходить. Он так все это знает сам. Вот. То есть это для мужчины проблема. Интересно знать, что если женщина слушается своего мужа, то она воспитывает в нем желание иметь наставника. То есть если женщина подчиняется своему мужу, такому крутому, то она подчиняется, означает, что она может потом его воспитывать. Она может ему говорить какие-то вещи. У мужчины просыпается разум. Он начинает понимать, что он не все понимает в жизни, что нужно изучать, как жить правильно. И он начинает изучать постепенно. Обязанность мужчины иметь наставника, чтобы точно знать, куда его понесло. Потому что мужчине самому очень трудно понять, куда его несет. Но наставник ему может сказать, это принимать очень трудно, но надо учиться. Мужчина всегда должен выполнять обещания, которые на себя возложил. Это всегда очень трудно. Потому что у женщины в психике есть такое уникальное свойство. Женщина так не означает, в состоянии любви что-то просит у мужа. Между телом. очень так ненавязчиво. И муж говорит, да, моя дорогая, мы обязательно съездим в Рио-де-Женейро. Ну, просто в состоянии любви мужчина готов, что все, что угодно женщине сказать. она это запоминает. И потом, когда уже не в состоянии любви он находится, она ему говорит, ты мне обещал. то есть обещание, когда мужчина что-то обещает своей жене, это всегда страдание для него, всегда. Придется выполнять по-любому. Поэтому надо учиться выполнять свои обещания. Это увеличивает уважение жены. Она видит, что муж очень сильно страдает, выполняя свои обещания для меня, но все равно выполняет. Она начинает его уважать в результате. Да, у нее сердце сострадает. Она думает, Господи, какой хороший человек. Какую-то ерунду я у него попросил, и он мучается из этой ерунды. И все равно хочет выполнить ее. Даже если я ему говорю, все, не надо мне уже этой ерунды, я уже не хочу. Все равно пытается выполнить во что бы то ни стало. Она начинает уважать, думает, не надо все подряд просить у мужа, потому что иначе он погибнет у меня. Мучение. Мужчина должен прекращать выяснение отношений первым. Если начинается выяснение отношений, женщина с чем-то не согласна, она ведет себя эмоционально, это значит не время решать проблему. Надо от женщины немедленно отстраниться и быть униженным. Последнее слово пускай будет за ней. Она что-нибудь крикнет там, и пускай будет ее последнее слово. Тогда жена его будет больше уважать за это. Он должен отстраняться первым. Это не болтать с ней лишнего. Если мужчина с женщиной эмоционально ругается, он ничем от нее не отличается, и он теряет уважение в семье. Особенно дети, когда это видят, они перестают отца уважать. При детях вообще нельзя с женой выяснять отношения. Если видишь, что жена не хочет соглашаться, надо просто перестать выяснять отношения. Потому что в семье всегда все будет так, как считает муж. И также в семье всегда все будет так, как хочет жена. Это необъяснимое противоречие. Необъяснимое противоречие. Но Бог все урегулирует. Не волнуйтесь. В семье всегда будет так, как хочет жена, и так, как считает муж. Всегда. В нормальной семье. А если мнение мужа и желание жены поставить вот так лбом к лбу, тогда будет война, которая никогда не закончится. Надо просто признать мнение мужа, женщине, и добиваться своего желания. Потом, после этого признать. Мужчине надо принять желание жены, сказать, признать. Да, согласен. И остаться при своем мнении. Никто ничего не теряет. Все остаются при своем. Придет время, и Бог решит проблему. И то получится и это. Одновременно. Мужчина должен в семье с помощью силы воли, аскезы, аскез и силы воли, стать в семье старшим. Женщина врожденно и имеет больше способностей и талантов, чем мужчина. Можно видеть, что женщинам легко учиться, гораздо легче. Если взять, допустим, пятилетнего ребенка, девочку и мальчика, и посмотреть на них. Девочка, она очень всех хорошо понимает. Она может рассказать характер любого человека вот так очень легко. Она легко учится. Она... Не обращайте внимания, там непонятно, что-то происходит. Это не наше дело. Вот. Девочка хорошо учится. Она всех понимает. Она знает, как с кем строить отношения. У нее легко получается учиться. У нее хорошая память. У нее хорошие способности. С пяти лет. Представляете? Все само собой дано девочке в жизни. Мальчик в пять лет как выглядит? Петя, ты кушать хочешь? Не знаю. Гулять хочешь? Да. А когда кушать будешь? Не знаю. Ты уроки понял? Нет. Ну, представьте, вот мальчик таким как бы... Пять лет мальчик, он ничего не сопрошает. Он знает, что ему надо куда-то бежать, а куда не знает еще. Пять лет. И так мужчине ничего не дается, кроме силы воли в жизни. Мужчина ничего не имеет с рождения. Ничего не имеет. Но мужчина должен своей силой воли стать талантливее, чем женщина. И тогда она начнет его уважать. Проходит время, и мужчина становится более образованным, более грамотным, более опытным, чем женщина. И это означает жизнь. То есть мужчина должен стать лучше. Он должен своей силой более развиваться, как личность. И должен стать очень мудрым. Но для этого он должен совершать аскезы. Он должен учиться подчиняться мнению старших. Он должен победить в себе упёртость и стать мудрым человеком. Это непросто для мужчины. Непросто. Он должен ежедневно работать над собой. Выполнять режим дня. Очень серьёзно закаливаться. Совершать аскезы всевозможные. Иногда голодать. Должен стать старшим. Он должен учиться воспитывать всех вокруг себя. Это надо делать очень спокойно. То есть старше означает также учить. Он должен учиться разговаривать своей женой. Разговаривать с женой надо очень спокойно и мягко. В этом обязанность мужчины. Надо, если ты ей что-то хочешь сказать прямо сейчас, то лучше не говорить прямо сейчас. Скажи, когда у тебя спокойное настроение. Вот ты захотел что-то сказать ей, что-то тебе не нравится, не надо этого делать сейчас. Сдержись. Успокойся. И не беспокойся. Придёт время, естественным образом, когда отношения будут мягкими, ты ей спокойно это всё скажешь. Лучше это делать, как бы невзначай, и как будто бы это не имеет слишком большого значения. Например, моя дорогая, как-то гуляя, допустим, по берегу, моя дорогая, а ты можешь мне завтра приготовить без лука пищу? Я не хочу лука. Не после еды, зачем ты мне с луком приготовил? А когда просто уже ситуация совсем другая. Просто не говоря о том, что уже было, сказать о том, что он бы хотел. Этого достаточно. Женщина будет так делать. Но если на неё нажать, то она не будет этого делать. Деньги, заработанные мужем, являются благочестивыми деньгами. Деньги, заработанные женой, это опасные деньги, которые на самом деле могут разрушить отношения. Деньги, заработанные женой, расслабляют мужа. Он естественным образом, если жена много приносит, мужик, мужчина, естественным образом, у психика расслабляется, потому что мужчина, он человек войны. Ему надо сражаться, он не может просто так ходить на работу. Он ходит на работу, потому что надо спасать семью. Если он видит, что жена как бы не может нормально зарабатывать, то он идёт в бой спасать семью и работает там, где Бог дал. Но если жена достаточно зарабатывает, то думает, буду искать себе хорошую работу. Всё, париться не надо, жена уже хорошо зарабатывает и так. Буду спокойненько искать себе хорошую работу, сколько бы времени понадобилось, может год, может два, может три. Так психика у мужчины работает. А женщина, она мучается неимоверно из-за этого. Каждый день, когда мужчина не находит работу, она каждый день для неё огромные страдания причиняет. Она идёт опять, скрипя зубами, зарабатывает деньги. И опять муж не нашёл сегодня никакой работы. Он лежит на диване и говорит, я звонил, там мне не подходит. И она думает в своём сердце, гад такой, я упахиваюсь, он там звонил. А кто виноват, виновата она сама. Она должна отказаться от того, чтобы вкладывать силы в деньги. Она должна вкладывать силы в любовь. Женщина должна нести любовь в семью и развивать отношения. И туда вкладывать свои силы. А мужчина на эти вложенные силы идёт и работает. Так построен этот мир. Жадность женская не позволяет женщине дать возможность мужчине войти в боевую ситуацию. Она думает, ну ничего страшного, буду работать, пускай ищет, а что делать? Надо просто перестать работать, перестать приносить деньги. Или положить их все на свои счёты и заморозить надо. Нет денег в семье. Что дальше будет? Женщина боится, что дальше будет? А бояться не надо. Ну что дальше будет? Дальше будет то, что кушать будет нечего. Дети начнут пищать. Надо женщине привыкнуть. Женщина ко всем привыкает. Дети пищат. Привыкла. Женщине то, что кушать нечего, не проблема, потому что она может пойти к подружке перекусить. Она перекусывает. Женщина не кушает, она перекусывает. Там перекусила, здесь перекусила. Всё, то есть, и не проблема, на самом деле. Кушать нечего. А мужчина не перекусывает, он жрёт. И жрать надо нормально, чтобы жить. Блин. Вот, поэтому жрать нормально, без денег невозможно. Поэтому надо идти работать. А что делать? Так, честная жена может воспитывать своего мужа. Когда в мужчине всё работать на работе нормально встало, то есть, поезд пошёл, его уже не остановишь. Пошёл. То, значит, можно дальше пойти и работать спокойно. Но не зарабатывать больше, чем муж. Потому что, если больше, его расслабляет это всё. Он, война заканчивается, начинает мир. А мир означает, мужчина же лежит на заваринке. Всё. Ну, мир, работать не надо. Он только воюет. Он не может просто так жить. Он или воюет, или лежит на печке. Или Амурим до 30 лет лежал на печке. Потом оказалось, что воевать надо. Знаете эту историю? Про великого богатыря русского. Это история про любого мужчину. Он потом в печке встал и всех разгромил. Ну, потому что настоящий мужчина или лежит на печке, или воюет. Одно из двух, понимаете? Не может просто ходить на работу. Поэтому женщина должна военную обстановку создать мужчине, чтобы надо было всегда воевать. потом привыкнет воевать, и все, и будет денег достаточно дома. Но для этого надо скупость и сердце победить, потому что женщины очень скупы по природе часто бывают. И они не хотят, чтобы дома не было денег. Поэтому муж расслабляется, продолжает расслабляться. А если тебе говорит мужу, сколько зарабатываешь? Тогда, допустим, ты зарабатываешь больше, но не говоришь ему же, что ты зарабатываешь больше. Куда эти деньги пойдут? Для себя. Вот это и есть страдание. Для себя. То есть, женщина начинает обманывать мужа, начинает хитриться этими деньгами, и в конце концов она на этих деньгах попадается, как на крючке. Поэтому просто лучше не зарабатывать больше, чем муж. И все. Можно зарабатывать больше, чем муж, если судьба дает больше денег. Ты можешь в семье как бы выполнять все свои обязанности, все родственники испытывают умиротворение в семье, и семья тебе дает больше денег, чем мужу. Такое тоже может быть. Эти деньги надо откладывать на черный день. Значит, Бог дает их для того, чтобы потом как-то использовать. Скажите, а бывает у женщины упертость в характере? Ну, конечно, бывает. Ну, как? Что это? Планета влияет? Это не специально вовремя, вовремя, вовремя появляется. Упертость у женщины в характере. Вовремя отрынь. Голубчик, вы где живете? Упертость у женщины в характере всегда бывает. Она никогда не кончается. Просто женщины могут это хитро скрывать. Они делают такой смиренный вид, подчиняются мужу. Но упертость у женщины в характере всегда. И она гораздо больше, чем у мужчины в характере. И поэтому в семье женщина всегда победит. Разумный мужчина рано или поздно понимает, что с женой сражаться бесполезно. Ну, что у нее упертость в характере гораздо больше у женщин, чем у мужчин. Поэтому женщина всегда побеждает в семейной жизни. Поэтому ей не надо сражаться. В этом и секрет семейной жизни для женщин заключается. Потому что если с мужчиной начать сражаться, то он как петух себя ведет. Он бошку себе разобьет, а все равно будет сражаться. Бесполезно. Глупое занятие. Женщина все равно сильнее, поэтому надо всегда уступать и все равно будет так, как она хочет. По-любому. Поэтому нет смысла сражаться вообще. Это глупо. Надо всегда уступать, но нужно все равно будет так, как ты хочешь все равно. Потому что мужская психика так устроена, ему лучше позволить что-то жене, если она не сражается с ним, чем ей доказывать. Допустим, проведите такой эксперимент, женщины. Не сражайтесь с своим мужем, допустим, он не любит картошку есть, допустим, не любит, а вы любите. Не сражайтесь с мужем и говорите ему ласково, мой дорогой, давай я для тебя сегодня жареную картошку приготовлю. Он скажет, ну я же не люблю. Вот, потом вы приходите к нему еще раз ласково, давай я для тебя сегодня жареную картошку приготовлю. С любовью, с лаской. Он посмотрит, говорит, ну готов, ну че делать. И все, он готов, понимаете, он готов даже есть эту картошку, которая будет давиться. Просто, чтобы женой не выяснять отношения, раз она ласковая, и все нормально, слава Богу. Будем есть нелюбимую картошку жареную, лишь бы жена спокойно себя вела. И так мужчина всегда себя ведет, у него вот такая склонность к психике такая. Если жена ведет себя ласково, значит, пускай делает, че хочет. Лишь бы не злилась. Разве не так? Так? Ну все, чего вы мучаетесь? Есть такая ведическая притча. Один духовный учитель выстроил свой учеников в ряд и говорит, сделайте шаг вперед те мужчины, которые подчиняются желанию жены. И все сделали шаг вперед, один стоит сзади. Подошел такой, удивился, говорит, а что ты не подчиняешься желанию жены? Он говорит, нет, мне жена предупредила не делать никаких шагов вперед. Муж должен давать наставление своей жене. Должен учиться ее наставлять. Лучше всего своим примером. Например, жена слишком много спит и кушает сладости по вечерам. И муж не должен это делать, он должен правильно питаться, он должен вставать и ложиться вовремя, но жене ничего не говорить. Когда наступит время, что у нее начинаются проблемы с гормональными функциями, он должен сесть рядом с ней и сказать, дорогая моя, давай не будем вставать позже с шести утра, она начнет плакать и скажет, ну я не могу сама себя с постели поднять. Он должен сказать ей, давай я тебя буду поднимать. И он с утра берет жену на руки и несет в ванну. И кладет ее туда. Включает воду приятную. И она такая счастливая, что все у них в жизни хорошо. В том, если он забудет ее отнести, она сама встанет. Потому что привыкла уже. Так мужчина должен все вопросы решать. Он не должен заставлять жену, он должен сам все решать. Все вопросы. Или просто купил холодильник, в холодильник замок. Купил замок на холодильник и закрываюсь вечером. Ну а что делать? Все сладости в холодильник, закрыл холодильник на замок. Жена походила, поныла в воздух холодильник. И успокоилась. А ну а что делать? Ну тебе же нельзя, моя дорогая. Я поэтому закрыл. Завтра утром будешь кушать сладости. Все. То есть все гуляли, все кокали, крякали, мычали. То есть была жизнь. Теперь мы на улицу выходим. Что мы видим на улице? Мы куриц, петухов не видим. Мы видим машины, в которых сидят люди, которые ни с кем не общаются, а просто куда-то едут. Это означает, что отношений стало меньше. Раньше люди могли друг друга любить, просто потому что они собирались, вместе пели. И песни все были вот такие душевные. То есть раньше не было таких песен. Hands up, baby, hands up. И так далее. Понимаете? То есть не было ничего такого. Люди пели, у них душевные песни были. На русском, на английском, на литовском. Все песни, народные песни, означают песни про любовь. То есть песни, которые как бы раскрывают сердце, которые это приносит счастье человеку. «Стройные березки, стройные березки, шепчут что-то либо. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы». И так далее. Мы видим, что это то, что было. Значит, люди стремились к любви, они стремились к правильным отношениям, они работали над собой, пытались развиваться как личности. Они выполняют свой долг, пытались. Сейчас чем люди занимаются? «Картина современной жизни». Сидит человек на диване, смотрит телевизор, в котором показывают многосерийный телевизионный фильм «Мертвые не потеют». 576 серия. У него есть пульты управления, он включает стиральную машину, начинает что-то стирать, белье само залетает туда, вылетает постиранное. Он другой пульс включает, начинает все там вариться, жариться. Пища сама выходит ему в рот. Поддается на податчике пища. И он ее жует, сидит. Когда он включает другой пульс, подлетает унитаз, и как бы он какает. Покакал, дальше смотрит телевизор. Потому что ему надо смотреть следующую, 786 серию. «Мертвые не потеют». И потом, когда он просмотрел уже 1500 серий, он понимает, что «Мертвые» не так и не вспотели. Вопрос заключается в том, зачем он это все смотрел. Если вы смотрели какой-то большой телесериал, и потом дайте себе отчет, чем это все закончилось. Ничем. Так зачем было это все смотреть? Причина только одна. Мы развлекаем себя этим. Но веды объясняют. Развлекать себя — это убивать свою судьбу. Потому что единственный смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы служить другим. Цель человеческой жизни заключается в том, чтобы служить, а не развлекать себя. Потому что, когда человек не служит, он теряет себя. Понимаете? Потому что мы имеем духовную природу, мы души. А душа по природе, она счастлива только служа. Она не счастлива, когда ее развлекают. Она хочет сама давать что-то для других. Такая природа души, вечная природа души. Мы ее никогда не поменяем. И поэтому в этом мире так много проблем, потому что все ведут себя не как души. Все хватают, а не отдают. Поэтому создаются трудности во всем. Войны и так далее. Проблема нашей жизни заключается в том, что мы начинаем утрачивать разумное существование. Разумное существование означает служить, работать над собой, быть верным, честным. Все это является аскезами. Это все трудно. Это аскетизм. Из-за того, что само общество повернуто сейчас в сторону не развития разума, а удовлетворения желаний. Это противоположные вещи. Чем больше человек удовлетворяет желания, тем меньше он развивает свой разум. И наоборот, чем больше он развивает свой разум, тем меньше у него времени остается на то, чтобы удовлетворять свои желания. Я никого не хочу обвинить здесь. Я только хочу служить этому обществу, этому времени, этим людям, которые сидят возле меня. Но я служа этому миру, я не могу скрывать правды от того, что происходит, я должен сказать. В этом заключается мое понимание вещей. Современные отношения между мужчиной и женщиной таковы, что из-за того, что мы уже несколько жизней подряд не выполняем свои обязанности друг перед другом, у нас начинают накапливаться противоположные черты характера, которые не способствуют правильному построению отношений. так сейчас женщины уже рождаются со склонностью учиться, работать, а не любить своих близких, служить им и заботиться о них. У женщин уже меньше желания готовить, стирать и убираться. У них меньше желания быть дома, нянчиться с детьми и так далее. У них появляется больше желания зарабатывать себе на жизнь, образование получить и меньше веры своего мужа. Женщины больше верят, что если я сама о себе позабочусь, тогда я буду обеспечена и все у меня в жизни будет хорошо. Будет со мной рядом муж или нет, я не знаю. Может быть, может нет. Поэтому я должна быть обеспечена в жизни. Поэтому женщины больше вкладывают силы в свое развитие, себя как личности, чтобы защититься от проблем семейной жизни таким образом. мужчины может быть и склонны к какому-то развитию, но в основном они склонны гулять. Мужчина чуть-чуть обретает силу, он начинает пытаться наслаждаться жизнью. Начинает искать себе девушек различных, которые могут удовлетворить желание. Начинает выпивать, курить, ну то есть и пытаться побольше балдежа от жизни испытать. Такова ситуация, в которой мы живем. мужчина идет в женскую сторону, в сторону удовлетворения чувств, его психика направлена ведет себя как женщина, а женщина ведет себя как мужчина. Ну то есть так как люди не хотят выполнять свои обязанности, совершать аскезы, в результате все меняется наоборот. Женщина становится как мужчина, она больше склонна работать в социуме, выполнять обязанности в социуме, а мужчина становится как женщина, он больше склонен наслаждаться. личными отношениями, и поэтому ему тяжело работать, тяжело достигать успеха в жизни, ему хочется просто балдеть. А женщина, которая должна удовлетворять свои чувства, иметь удовлетворёнными, она чувства зажимает, потому что ей надо ходить на работу. Понимаете, всё становится наоборот. Почему? Потому что мы выбрали неправильный путь развития общества в целом. Так случилось, что люди не поняли, в чём заключается прогресс, они не поняли этой идеи. В результате идёт внешний прогресс, но внутренняя деградация. Как вы думаете, основной критерий, как определить, идёт развитие общества и деградацию? Как это определить? Правильно. Основной критерий — это личная жизнь человека, потому что это 80% человеческого счастья, личной жизни. Как государство определяет развитие общества сейчас? Есть много признаков. Валовый продукт, там и так далее, разные показатели, проценты на душу населения, сколько мы потребляем, сколько мы можем себе позволить и сколько мы производим. Так? Они считают, государство считает, что это показатель счастья человеческого. Но на самом деле показатель человеческого счастья заключается в том, сколько люди могут жить вместе и сколько они не могут. Сколько брошенных детей в этой стране, сколько разведённых женщин, сколько в этой стране мужчин, которые не могут контролировать свои чувства. Вот это показатель развития общества. Понимаете, только в этом является показатель. Ещё 50 лет назад семьи сохранять было легче, чем сейчас, потому что общество было против разводов. Сейчас обществу наплевать. Разведён человек? Нет. Не имеет никакого значения. Он может спокойно жить и работать, никто его в личную жизнь не ввешивается. Все говорят, это не наше дело, главное ты работай здесь и всё. Это называется эксплуатация. Потому что если начальник действительно хочет помочь своему подчинённому, он его ставит в строгую ситуацию и говорит, в моём коллективе не должно быть разводов. Внешне кажется, это насилие. Но на самом деле, это значит, что начальник берёт ответственность за жизнь своих подчинённых. И они потом будут ему благодарны за это. Мы не можем сейчас такие вещи говорить. Что-то происходит у меня за спиной. Мы не можем сейчас такие вещи говорить, так ведь? Мы не можем такие вещи сейчас говорить, потому что люди не готовы так жить. Однако мы не можем с себя начать. Итак, ситуация, современная ситуация семейной жизни такова, что мужчина не должен рассчитывать на то, что взяв за замуж женщину, она будет соответствовать идеалам ведической женщины. Она, скорее, будет наоборот, ему полностью не соответствует. Женщина, когда выходит замуж, она должна точно понимать, что этот мужчина не соответствует идеалам ведического мужчины. А это значит, что люди после того, как у них период вот этого балдежа заканчивается, когда медовый месяц заканчивается, и влюблённость заканчивается, дальше им придётся сильно страдать. Это особенность отношений в наше время. Раньше в ведической культуре такого не было, чтобы мужчина и женщина сильно страдали друг от друга. Они страдали, потому что им надо было заботиться об обществе в целом, заботиться о детях, они страдали от войн. Сейчас все страдания у людей перешли внутрь. Люди страдают от отношений друг с другом. Больше всего на свете. Раньше люди так не страдали от отношений, потому что они знали, как себя вести. Они были воспитаны в этом направлении. Они знали, как выполнять свой женский долг мужской. Они знали, что такое верность, что нельзя бросать ни за что. Представьте, в единическом обществе мужчина бросил свою жену. Он становится изгоем. Ему говорят, или ты возвращаешь назад жену, или ты уматываешь из нашего поселения, и больше, чтобы тебя здесь никогда никто не видел. А в этом поселении все его родственники, его работа, его защита. Там все у него. И он говорит, нет, я возвращаю жену. Извините, а сейчас как в Индии? В Индии вот сейчас многие люди живут по ведическим законам, и у них очень крепкие и сильные семьи. Мой поставщик камней в Джайпуре живет. У него он живет в доме, в одном. В этом доме у них живет его два сына со своими женами. Он живет со своей женой. Его отец жил, пока тело не оставил. Он за ним заботился. У него большая семья. Они все очень любят друг друга. У них очень большая любовь, потому что они готовы терпеть. У них реально есть, допустим, у него есть еще, у этого человека есть еще дочь. Он ее долго выдавал замуж, не мог выдать. Это было страдание для всей семьи. Сейчас выдал ее замуж, и она мучается с мужем, но живет. И отношения постепенно, они сказали, уже постепенно отношения становятся лучше. То есть она перемучилась с ним, вытерпела, и сейчас улучшаются отношения. Она лучше его понимает, он лучше ее понимает. У них начинается нормальная жизнь. То есть там тоже есть тяжелая семейная карма, бывает, в ведической традиции. Но веды говорят, лучше перескрепить зубами один раз, чем скрипеть понемножку всю жизнь. Понимаете? То есть надо просто пересилить карму, победить ее в одних отношениях. А дальше она уже тебя не будет мучить. Итак, особенность отношений в наше время. Первая особенность. Страдания в семейной жизни неизбежны. Неизбежны. Это мой вывод. Я проанализировал много семей и пришел к выводу, что страдания в семейной жизни в наше время неизбежны, потому что мы не знаем, как надо себя вести и что нужно делать для того, чтобы было счастье в семейной жизни. Мы ведем, мы делаем все наоборот, а кроме того, у нас нет сил делать правильно. Многие женщины могут сказать себе, что я не могу большую часть времени отдавать семье. Моя психика так устроена, что большую часть времени в течение дня я должна работать. Большинство женщин искренне должны к себе в этом признаться. Это значит, что у них нет сил вкладывать в семью. А это значит, что раз в семью не вкладывается, значит там ничего и не будет. Значит, мужа воспитывать невозможно, детей воспитывать невозможно, семья будет неуправляемая. И это значит, что она будет развиваться по своим законам, которые женщина не сможет контролировать. Каждый мужчина, большинство мужчин себе может сказать сейчас, что я не могу справиться со своим характером. Я не могу справиться со своим вредными привычками. Я не могу не гулять. Я не могу не курить, не пить. Я не могу вставать рано утром. У меня не хватает на это сил. Может быть, когда-нибудь я смогу в будущем. Но не сейчас. Сейчас у меня нет возможности в такой минуте. А это значит, что жена не будет уважать, дети не будут уважать и особого счастья в личной жизни не будет. Понимаете, то есть та ситуация, в которой мы находимся сейчас, она такова. И что в этой ситуации делать? Первое правило — принять судьбу. Сказать себе, я получила свою судьбу, вот она, стоит передо мной. Такая противная, замучила меня моя судьба уже, с вредными привычками, работать не хочет, делать для семьи ничего не хочет, гулять хочет. Моя судьба. Мужчина должен сказать себе, вот она, моя судьба, постоянно капризничает. Готовить не хочет, стирать не хочет, любить мужа не хочет, хочет работать. На лекции ходить, куда угодно ходить. Любые клубы, организации, только не дома сидели. По магазинам, куда угодно ходить, чем угодно заниматься, самосовершенствоваться, но семьей не заниматься. Такая ситуация женщин сейчас, современной женщины. Она всем увлекается, духовным увлекается, занимается духовным, находит себе духовного любовника, потом с ним духовной практикой занимается в постели. Вот такая ситуация в современной жизни сейчас. Женщины занимаются больше собой, а мужчины больше балдеют. И это вызывает жуткие страдания во всем обществе. Люди мучаются неимоверно от того, что они не могут или не хотят жить как надо. Что делать? Кто из вас не согласен со мной? С тем описанием, которое я сказал. Есть такие люди? Перед закономерным вопросом возникает, а что делать? Так? Веды говорят, жизнь человека не предназначена для наслаждения. Она предназначена только для подвига. Когда человек хочет совершить свой подвиг, счастье придет к нему, без всяких сомнений. И это счастье будет бежать за ним всю жизнь. Надо просто сказать себе все. Я хочу быть нормальным человеком, я хочу жить, а не мучиться. Поэтому человек должен первое, что сделать, он должен привыкнуть к своей судьбе. Надо поставить фотографии своего мужа, своих детей перед собой рано утром. Над ними поставить фотографию, изображение святого человека. Начать молиться святому человеку, кланяться ему с целью принять свою жизнь этих людей. Женщина должна принять свою жизнь этих людей, считать их своей судьбой начать. Как только женщина начинает считать всех людей, которые живут в ее семье, своей судьбой, что я буду всегда с ними, что мне нет вариантов уходить, я должна отдать свою жизнь этим людям. Как только она принимает такое решение, Бог сразу же входит в ее жизнь. А это значит, что удача приходит к ней, приходит к ней возможность испытывать счастье, преодолевать плохие черты характера своей аскезой, своих близких. То есть она получает счастливый билет в своей жизни. Надо принять свою судьбу. Счастливый билет гарантирован. Вы можете слушать мои лекции как сказки или приятное времяпровождение, но я вам даю практические советы. Эти практические советы не выглядят такими простыми, как обычно у психологов. Надо там делать так, делать так, и все будет классно. Как бы вы ни делали, человек живет сердцем, а не умом. Сердце означает душа. Поэтому душа должна принять определенный способ жизни. Она должна принять, что я живу вот так, я никого не бросаю. Все. Когда такая жизнь принята, Бог входит в жизнь. Потому что по-любому Бог решает все в этом мире. Но проблема заключается в том, что так как мы хотим жить, как мы хотим, поэтому Бог нам дает возможность помучиться. Этот мир на самом деле абсолютно непознаваем для нас. Нам кажется, что вот так будет. Но на самом деле чаще всего происходит все наоборот. Допустим, молодой человек, у меня есть лекция в Москве, я прочитал, называется «Все наоборот». Людям очень понравилось. Потому что много иллюзий я вскрыл как бы. Молодой человек закончил институт, и он думает, «Я должен найти себе хорошую работу, высокооплачиваемую, и тогда я буду счастливым человеком». Все наоборот. Ты должен идти работать туда, где судьба дала, и упахиваться там, для того, чтобы быть счастливым человеком и развиться как личность. Женщина видит молодого человека, он строит ей глазки и думает, «Вот я сейчас познакомлюсь с ним и буду счастливым». Все наоборот. Ты будешь счастливой тогда, когда ты его замучаешь. И не дашь ему с собой познакомиться до тех пор, пока он не добьется тебя. А это и тебе, и ему будет очень тяжело сделать. Люди искренне верят в то, что я должна найти себе своего суженого. А это значит, что я сразу с ним стану счастливой. Все наоборот. Суженый означает, что отношения строятся с большим трудом с самого начала. Много трудностей. Сначала яд, потом нектар. Сначала надо, уже отношения не создались, уже много трудностей, но расстаться тоже невозможно. И люди отрабатывают, отрабатывают карму, а потом приходит счастье уже, если они побеждают ее. А если ты найдешь себе человека, с которым ты сразу начнешь ослаждаться, так это значит, что ты проклята своим собственным желанием. Потому что если ты найдешь себе человека, с которым ты будешь балдеть, балдеть, и этим и этому балдежу не будет предела, это означает, что ты будешь привязываться постепенно к этому человеку. И ваши отношения войдут. Ревность, желание держать возле себя, желание эксплуатировать человека, желание мучить его до последнего своими желаниями и так далее. И такие семьи, они просто как в огне вот этих желаний горят, и потом с треском разбиваются эти отношения. Другого варианта нет. Если мы сильно хотим наслаждаться, значит, включается вот эта животная страсть, ревность, желание контролировать человека. Человек не дает даже ему посмотреть куда-то, не то, что куда-то пойти. То есть становится просто болезнь какая-то. Это не любовь, а болезнь. Видите, оказывается, в этом мире не всё так просто. Поэтому наше привычное представление о счастье, это может быть обманом. Надо реально изучать, как жить правильно. И правильная жизнь всегда означает сначала аскезы, потом счастье. Таков закон жизни в этом мире. Итак, мужчина должен поставить изображение, фотографии своих родственников, жены, детей перед собой. Сверху поставить изображение святого человека. И сказать себе. Свою красоту я уже нашёл. Вокруг много девушек красивых. И с каждым днём становится всё больше и больше. Потому что я становлюсь старше. Чем мужчина старше становится, тем больше становится красивых девушек. Вокруг. Потому что они же моложе. Я свою красоту уже нашёл. И чтобы я понял, что это так, мне надо молиться святому человеку, чтобы он дал в моё сердце знание, что мне не надо больше ничего менять. Потому что когда человек это знание в сердце получает, у него он успокаивается. Ему же не надо париться, бегать вокруг. Ему Бог будет показывать, что эта женщина лучше всё равно, с которой ты живёшь, чем те, которые тебе попадаются на глаза. Это знание должен Бог показать. Оно является тайным. Потому что мужчине всегда кажется, что новая девушка лучше. Почему? Потому что он становится взрослее, означает у него больше ответственности, больше внутренней силы, больше разума. И, соответственно, девушки молодые к нему будут относиться более серьёзно, чем относится его жена. И поэтому есть естественное желание бросить свою жену и начать жизнь сначала. Начни сначала, пусть не везёт подчас, не верь в отчаяние, влюбись как в первый раз. Эта песня, она у мужчины постоянно в сердце поётся. Всё начни с нуля. Пара-бам-па-ба-бам-пам-пам. Пара-па-па-ба-бам-нам. Пара-па-па-ба-бам-нам. Ну там припевы разные в этой песне. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди Все еще впереди Помните Марк Бирнес? Вот эта песня у мужчины в сердце, она поется постоянно И она, эта песня, ничто иное, как его змея, которая кусает его судьбу Потом, знаете, что произойдет? Эта песня, она сейчас поется, потом произойдет, знаете, что? Он будет бросать свою жену с детьми со слезами на глазах Потому что он реально любит их Но так как он хочет от счастливой жизни Поэтому он плачет и уходит от своей жены Вот что будет дальше С горючими слезами, понимая, что дети остаются без отца А хочется счастливой жизни И он искренне верит, что та девушка, которая лучше к нему относится Больше его уважает, честнее к нему относится И более развита духовно Станет ему настоящей судьбой Китайская изба Фигвам называется И этот фигвам Он не сразу проявляется Сначала эта изба кажется дворцом Но потом фигвам приходит в жизнь постепенно Ему придется бросить, несомненно, эту девушку Потом дальше раскается в том, что он бросил свою семью Назад ему возвращаться не будет хотеться Потому что он будет надеяться, что все-таки Следующая девушка будет нормальной И он будет опять следующую И веды сравнивают такую жизнь С тем, как обезьянки прыгают с одной ветки на другую С целью позаниматься с другой обезьянкой сексом А не с этой Бесконечные страдания ждут человека, который живет такой жизнью Бесконечные страдания Женщина обычно не уходит к другому мужчине Для того, чтобы начать новую жизнь Чтобы лучше была семья Женщина так не делает Потому что у нее сердце Женское сердце чувствует истину Женщина обычно уходит от своего мужа Потому что она уже не может больше дальше так жить Она уходит, потому что она замучилась И она не понимает, что она замучилась-то не от своего мужа А от самой себя Она просто не знает, как жить правильно И поэтому она замучилась Поэтому женщина должна учиться жить правильно Сначала принять свою судьбу Мужчина должен принять свою судьбу Женщина должна принять свою судьбу И потом дальше, следующий шаг в своей жизни Надо изучать, что такое любовь Теория здесь не поможет Я вам теорию расскажу Это хорошо Но надо изучать, что такое любовь И изучение, что такое любовь, означает Одну только вещь Надо понять, чем любовь отличается от влюбленности Потому что у нас всегда есть в психике грезы Что любовь означает, что меня будут уважать, ценить И так далее И ко мне будут очень хорошо относиться И ласково, и нежно Мой ласковый и нежный зверь Я так люблю тебя, поверь Мой ласковый, мой ласковый и нежный зверь Потом ласковый и нежный пройдет, а зверь останется Посмотрим, какие песни тогда ты запоешь Понимаете Любовь это не труднодостижимая вещь в жизни Вот легко ли найти настоящего друга Мой опыт жизни показывает, что пока человек не разовьется как личность У него не будет настоящих друзей Потому что настоящий друг может прийти в жизнь только настоящего человека Невозможно иметь настоящего друга надолго Если ты сам не настоящий Точно так же настоящую жену Невозможно иметь человека, который сам не развился как личность Первый этап совместной жизни Это страдание Любовь в семье Мучение, просто мучение От недопонимания Неправильного поведения близкого человека От его глупости, которые он совершает И надо смело пойти в эти отношения Зная, что каждый человек это душа По своей природе Душа подчинена любви И если ты ведешь себя правильно Как мужчина с женщиной Ее сердце постепенно становится женским и мягким Придет время, и она перестанет своим капризам придавать слишком большое значение Она начнет тебя ценить Начнет уважать Начнет терпеть твои трудности и так далее Все это придет со временем Но сначала надо принять аскезу в свою жизнь Надо захотеть учиться любить А означает Означает Мучиться Ради другого человека Она ведет себя неправильно А ты ведешь себя правильно И наблюдаешь за тем Как ее отношение к тебе меняется Сначала она тебя все время критиковала Теперь уже критикуют меньше Она уже другим людям говорит Тебе не говорит Тебе говорит, что ты плохой Но другим людям уже начинает говорить, что ты хороший Идет процесс Все меняется Муж Лекции слушать не хочет Но Говорит уже Ну ты ходи на лекции Тебе это подходит Тебе нравится Ты ходи А я не буду Потому что я и так все знаю Не волнуйтесь Процесс идет Он медленно, но идет И он потом тоже не будет Находить на лекции Он будет тайком их слушать дома А потом, когда он пойдет На лекции Он скажет Так я сам На самом деле тебе говорю Что ты ходила Я лучше в этих лекциях Разбираюсь И как бы Я буду ходить на лекции А ты сиди дома Потом, когда пройдет время Мужчина все равно Останется мужчиной Женщина останется женщиной Но отношения станут другими Таков путь Понимаете Надо его просто признать Сейчас мы с вами будем Практически Работать над темой Практически У нас есть некоторое время Я на все записки отвечу Потому что у меня в Краснодаре Есть Каждую неделю я читаю лекции Одну неделю я тематическую лекцию читаю А другую неделю ответы на вопросы И у меня уже есть в Москве Вот куча записок Там в чемодане держит Я на все вопросы отвечаю Вопрос только когда Вопросов просто много Объясните разницу между словами Ум и разум И интеллект Современное общество Под понятием интеллект Понимает ум Потому что интеллектуальной деятельностью Считается умственная деятельность Способность много считать Способность много информации усвоить Способность овладеть специальностью Говорится интеллектуальный человек Закончил два высших образования Это не интеллектуальный человек Это умный человек Потому что разум отличается от ума тем Что разум признает истину Которая касается его судьбы Умный человек может три образования иметь Но ему говорят Брось курить Он не может признать Значит он неразумный Разумный человек признает истину по своей судьбе Он готов признать истину По поводу себя раз Разумный человек готов раскаяться И попросить прощения Часто бывает человек имеет Академическое Академиком является Наук там Академиком наук Но раскаиваться он не может И признать свою неправоту тоже не может Это значит что он неразумный человек Вот и все Хоть ты там семь пядей во лбу имей Разумность означает Способность принять истину Способность победить свой характер Способность жить правильно Способность иметь цель в жизни Иметь веру Иметь энтузиазм Стремиться к ней Способность прощать других людей Способность считать себя ниже этих людей И видеть в них хорошие черты характера А в себе видеть плохие Это означает разумность Ум это логика Это логическая память. Это способность воспринимать всё, что вокруг, и запоминать. Ум — это желание также, мечты и стремление к тому, чтобы в этом мире получить что-то. Это деятельность ума. Разум направлен на постижение высших ценностей. Разум состоит из черт характера. Быть правдивым, быть смиренным, быть целеустремлённым, быть верующим. Быть добрым, быть отзывчивым, ласковым — всё это признаки разума, а не ума. Понимаете? В этом разница заключается. В ведическом знании интеллектуальность означает разумность. То есть разум называется будх на санскрите. Будх. Будхиман означает разумный человек. Понимаете? А у нас разумный означает умный фактически. Ну то есть мы немножко перепутали эти термины, к сожалению. Ну что делать? Какие должны быть отношения между дочерью и её родителями, когда уже замужем? Она замужем. Когда девушка замужем, то родители пытаются контролировать её жизнь. Почему? Потому что они привязаны к ней. В этом заключается и грех. Потому что, когда девушка вышла замуж, родители должны отдать её в семью и благословлять её, и молиться за неё. Они не должны вмешиваться в отношения, потому что своим вмешательством они всегда будут разрушать отношения. Они всегда будут видеть недостатки другого человека и преимущество своего ребёнка. Так будут вести себя родители, и это неизбежно. А они должны, наоборот, защищать супруга и ругать своего ребёнка. Вот что они должны делать, если они вмешиваются в личную жизнь. Они должны защищать супруга и ругать своего ребёнка. И тогда они будут сохранять отношения, не разрушать. Чтобы родители не мучили, дети должны всеми силами отдавать любовь своим родителям. Они должны постоянно звонить им. Если родители говорят, вы выполняете то, что мы вам сказали, да, мы стараемся, правда, у нас ничего не получается. Но скоро получится. То есть дети должны жить, как живут, жить своей жизнью. Но они должны уважать своих родителей. Если родители говорят истину, то есть говорят вещи, которые реально правильны, то есть они живут чистой и честной жизнью, тогда дети должны выполнять их наставления. Родители становятся наставниками для них. Если родители ведут греховную жизнь и советуют какие-то глупости, брось этого человека, не живи с ним, он тебя мучает и так далее, тогда надо как бы сохранять отношения с родителями, любить их, но наставления их не выполнять. Обещать, что когда-нибудь это произойдёт, но не выполнять. Родителям не нужно, на самом деле, им не главное, как дети живут. Для родителей главное, любят они их или нет. Если дети вкладывают в родителей свои чувства, свои силы, родители успокаиваются и дадут возможность детям жить так, как они могут жить. Понимаете этот момент? Некоторые дети говорят, моя мама не любит меня, и она постоянно нас контролирует. Это значит, что ты ей не даёшь достаточно любви. Если дети дают достаточно любви своим родителям, они успокаиваются и начинают вести себя нормально. Надо просто заботиться о них, любить их. Означает общение, забота и общение. Как надо строить отношения? Что надо делать, чтобы муж стал больше ухаживать за своей внешностью? Стал более порядочный. На любые замечания реагирует в грубой форме. А зачем такие замечания? Мужчина так психико устроен, а он видит цели, не видит препятствий, понимаете? У него нет понятия внешности, он не знает, что такое внешность. Если ему зеркало покажет, он увидит зеркало. Если вы подойдёте к мужу в новой одежде, новой купленной, ему надо сказать, что у вас новое платье. Если вы не скажете, то он будет смотреть на вас и говорить, что-то ты сегодня красивая такая. Ну как бы, что новое платье, он не поймёт. Женщина же поймёт. Даже волосок на одежде у мужа она увидит сразу, в одну секунду. Так по-разному работает психика. И что вы от него хотите, какой следить, о какой внешности вы говорите, если он не знает, что такое внешность. Как он может за ней следить, если у него там цели, планы, задачи в голове? Женщина сама должна влететь, синиться в лешности. Муж на работу уходит, она должна всё убрать у него с одежды лишней. Все волосы, всю резину, всё, что там нависло, она должна всё снять. Она должна причесать его, проследить утром, чтобы он побрился. Помылся, чтобы он, и вытер всё, что нужно вытереть с утра. Мужчина так, понимаете, у мужчин так психика работает. А если он сам бреется и моется, и гладится даже сам, так это значит, что он очень аскетичный человек. Значит, мужчина уже реально развитый как личность. Обычный мужчина, ну, допустим, если он ещё не научился носки стирать, допустим, или не научился в чистых носках ходить. Это ваша проблема, женщина, не его. Почему? Потому что мужчина, он психика в этом направлении, у него не работает. У мужчины психика работает вперёд, в атаку, понимаете? Конечно, бывают мужчины, которые постоянно ходят, носки стирают себе, гладят всё, там, причесываются, всё нормально. Но они работать не пойдут, не надейтесь. Вас устраивает такой муж? Поднимите руку, у кого... Вам два варианта даётся в жизни. Первый вариант. Грязный, чумазый и любит работать, или чистый, опрятный работать не любит. Кто выбирает чистый, опрятный? Поднимите руку, женщины. Вы выбираете, работать не любят. Значит, у вас такая судьба. Кто выбирает грязный, чумазый, любит работать. Поднимите руку. Вот это нормально. Это нормальное понимание вещей. Вы знаете, если чумазый ещё и работаете? Чумазый работать не любит. И разок мне рассказали об одной сцене. Один пьяный муж такой смотрит на свою жену, говорю. Умные мужья достаются умным, женщина. Моя досталась тебе. Надо принять всё, что жизнь даёт, надо принять. Ну, я тоже не... Я понимаю, что вы не... Я просто говорю, надо принять, и всё. Что делать? Как распределяются обязанности женщины неполных семей? Ведь женщина не может достаточно времени уделять дому, семье и детям. У нас будет победа над семейными трудностями. Будем отвечать на этот вопрос. Задайте ещё раз. Это целая большая тема. Сейчас невозможно прям взять и начать её раскрывать. Скажите, пожалуйста, когда мужчина получает травмы, перелом ключицы, травмы глаз, шрамы на лице, это только неправильное отношение к семье или жене, это знаки, говорящие ещё о чём-то. Вы знаете, это просто действие карма. Мы с прошлой жизни имеем какую-то карму. Онкология, травмы, несчастные случаи, всё это результат прошлой жизни чаще всего. То есть карма. Поэтому мы не знаем, что с нами завтра будет. Любая судьба может на нас стать. Мы должны ко всему быть готовы. Когда человек женится, он не знает, что будет с его женой и с его детьми дальше. Он думает, что они все будут мягкими и пушистыми, но они в любой момент могут стать скользкими и вонючими. И надо принять это, что ты должен жить с любым человеком. У меня два сына, 6 лет и 1,5 года, 1,8. У них бронхиальная астма. Какая причина их заболеваний? Как мы могли бы помочь? Надо их лечить просто, понимаете? Есть 4 типа кармы. Первый тип кармы, лёгкая карма. Преодолевая их своими силами. Допустим, ребят, дети начали плохо дышать. У них астматические признаки пошли. Неизвестно, то ли это тяжёлая карма, то лёгкая, то ли средний тяж, то ли непреодолимая. Надо начать. Тут знание помогает. Надо знать, что в последней линии действует энергия Марса. Это означает меньше напористости в отношениях с женой, меньше и больше покладистости. И тогда дети дышать станут лучше. Потому что плохое дыхание означает чрезмерная упёртость человека. То есть ему легче в стену пробить лбом, чем повернуть дверь найти. То есть очень прямолинейность большая в характере, нежелание расслабляться, очень сильное желание как бы не может отдыхать человек и так далее. Проявление неправильной работы Марса. В этом случае, когда начали бронхи и цопить, можно как-то отношением к семье поменять ситуацию. Но если у человека уже бронхиальная астма развилась, это действие означает карма или средней тяжести, или тяжёлая. В средней тяжести карма преодолевается с помощью лечения. Человек находит в себе врача, который лечит естественными средствами, не таблетками, а природой окружающей. Потому что природа призвана лечить человека, а не таблетки. Природа лечит очень легко. Вы знаете об этом? Она колоссальной лечебной силой обладает. Самая чистая энергия огня — это энергия солнца. Чище, чем энергия солнца, энергию огня в этом мире не найдёшь. Самая чистая энергия воды — это энергия моря. Пожалуйста, правильно учитесь купаться, относиться к морю. Самая чистая энергия Земли — это земля. Учитесь босиком ходить по земле правильно, с правильным настроением в земле, уважать её. И вы увидите, как будут излечиваться болезни. Очень быстро. Я не буду эту тему больше раскрывать, это большая тема. Но реально я осознал это. Я начал лечить ветками деревьев, а увидел огромную силу. Кора деревьев любой рак может вылечить. Вот так вот. Любой рак. Даже катаракту в глазу лечит кора деревьев. Ставишь кору, подбираешь правильно, и рассасывается катаракта. Варикозная болезнь, варикозные вены уходят. Катаракта рассасывается, опухоли рассасываются. И они сказки вам рассказывают. Я серьёзно вам говорю об этом. Что природа обладает огромной лечебной силой. Если уже в средней тяжести, степени болезни, значит, надо идти искать и лечиться. Искать врача и лечиться. Если врач никакой не может помочь, вы лечите, астма не вылечивается. Значит, эта карма тяжёлая. Это значит, что Бог наказывает вас за отсутствие веры. Надо учиться молиться, значит. Ищите святую воду, ищите святых людей, молитесь, ходите в храмы, паломничество делайте. Сыпьте на голову свою ребёнка. И вам потом Бог или сам вылечит, или вот эта деятельность вылечит вас. Или, вот, судьба даст хорошего врача. Непреодолимая карма означает, что бы ты ни делал, всё равно будет болеть человек, и всё. Это указан на такую карму, некоторые болезни указаны. Допустим, ДЦП. Ребёнок родился таким, ну, значит, он такой будет всю жизнь, скорее всего. Может, чуть получше. Ну, сильно имеется в виду, совсем вот такой вот. Ну, значит, непреодолимая карма. Понимаете? Ну, то есть, непреодолимая карма даётся за то человеку, что он всю жизнь балдел прошлую. Не хотел работать над собой. Теперь придётся работать над собой. Он будет видеть перед собой такого ребёнка и развивать себя, и развивать его. Некоторые с такими детьми, дети у них становятся чемпионами мира, допустим, по какой-то виду деятельности, там, по какому спорту среди этих детей, понимаете? То есть, можно в любой ситуации быть счастливым. Было бы желание. Браки живём полтора года. Родилась девочка. Муж стал гулять. То есть, всё, нравится человек. Это первый этап отношений. Потом перестаёт нравиться. Приходит время и не нравится уже. Наступает этап отработки кармы в отношениях. Люди начинают мучиться друг с другом. И если они начинают жить правильно, то в этих мучениях у них рождается знание, что такое семья, любовь и так далее. Наступает реализация, опыт, понимание, что такое личная жизнь и так далее. Но интересно знать, что когда начинается ребёнок, зачатие ребёнка происходит, ещё более тяжёлая карма в семью входит, ещё больше испытаний. Не меньше, а больше. И как эти испытания интересно развиваются. Когда начинается ребёнок, то в это время, пока женщина вынашивает ребёнка, семья проверяется на прочность. В ней становится больше эмоций, больше трудностей. Потом, когда рождается ребёнок, он приносит удачу в семью. Рождается ребёнок, всё успокаивается, отношения улучшаются. И люди начинают балдеть. Им хорошо становится, начинают балдеть. Если в этом балдеже они себя не контролируют, то обычно рождается ребёнок, и мужчина начинает гулять. Это значит, что женщина... Есть ещё одна причина тому. До рождения ребёнка кому свою любовь с женой женщина отдавала? Мужу. Мужу. А как вы думаете, кого хочется любить женщине больше? Ребёнка или мужа? Ребёнка. Если женщина эгоистка по природе, она начинает углубляться в отношениях с ребёнком, когда он рождается. А муж... По барабану. Это означает, что он будет гулять. Потому что у мужчины нет энергии любви, ему надо как откуда-то её брать. Он к жене со своей энергией любви лезет, она говорит, не мешай, у меня ребёнок. Иди вон, пошёл вон. Мне некогда, у меня ребёнок. Ты должен это понимать. У нас теперь ребёнок главный, а не ты. Она мужу говорит. А потом ребёнку говорит, съешь яблочко, сынок, а то пропадёт. Муж придёт с работы и пропадёт. Съешь солнышко моё, съешь яблочко, пожалуйста. А то ведь пропадёт. Понимаете? Ясно, что он бросит. А что ему остаётся делать? Будет гулять. А что это остаётся делать мужчине? Она сама создаёт эту ситуацию. Женщина должна контролировать себя в отношениях с ребёнком. Надо понять, что первым в семье остаётся муж, а вторым всегда будет ребёнок. И никак иначе. И тогда ребёнок вырастет честным человеком в этой семье. А если первым стал ребёнок, значит он вырастет эгоистом и вас замучает потом. Вот такой результат. Но ещё хорошо, если он вырастет в полной семье. Если женщина на первое место ставит ребёнка, то, скорее всего, муж уйдёт из семьи. И это может случиться очень скоро. Итак, если муж уже загулял, значит, надо опомниться женщине. Надо понять, как относиться к мужу, как относиться к ребёнку. Надо перестать удовлетворять семье свои чувства и начать жить правильной жизнью. Потому что женщина что делает, когда ребёнок рождается? Она что делает? Она держит его и смотрит на него. Потому что ребёнок, когда рождается, у него нет кармы. А плохая карма через него ещё не действует. И глядя на него, что она видит? Она видит душу. Означает видеть счастье. И мать постоянно смотрит, смотрит на своего ребёнка для того, чтобы балдеть. Она вытягивает из него счастье, смотрит на него, наслаждается. Так, берёт, так, попу поцеловала, да, хорошо. Ещё раз попу поцеловала, опять хорошо, наслаждение, счастье испытывала. И она про всё забывает, муж там, не муж, и всё равно. Надо просто служить семье, заботиться о муже, заботиться о ребёнке не означает балдеть от него. Счастье от ребёнка будет само по себе в жизни приходить. Ведь никто не против этого счастья, оно должно быть. И хорошо, что оно есть, но не надо на нём сосредотачиваться, надо выполнять свой долг. Означает воспитывать ребёнка и служить мужу, а не балдеть от ребёнка и наплевать на мужа, понимаете? В этом как бы идея. Как неправильно поступать? Надо простить мужу, раскаяться во всём и начать за нём заботиться. Когда человек уходит, близкий человек уходит, надо его притягивать к любовью. Формула очень простая. Близкий уходит, надо всё простить и тянуть его любовью. Когда он притянулся любовью, надо начать правильно относиться с ним и вызвать в нём уважение к себе. Уважение возникло, тогда можно его воспитывать. И объяснить ему, что неправильно он сделал, что меня бросил. Потом уже, потом, когда его к этому состоянию, к этой кондиции он уже подошёл. А если сейчас ему сказать, ты гад такой, зачем меня бросаешь? Ещё хуже будет. Вообще тогда бросит и всё. Поэтому надо победить сначала себя, а потом судьба поможет победить его. Вчера, когда мы желали счастья, я медитировал на своего духовного учителя. Но поскольку я его хорошо не знаю, и вообще о нём есть противоречивое мнение, хотелось бы узнать ваше мнение о нём. Это закрытая тема. И не собираюсь обсуждать никаких наставников здесь, никакие веры, никакие направления духовные, потому что это называется сплетни. А духовные сплетни самые ужасные. Мы собрались с разных вер, традиций, культурных представлений, все вместе с целью сделать нашу жизнь счастливее. Поэтому я не собираюсь здесь сплетничать о ком-либо и пытаться выгораживать ту веру, в которой я нахожусь. Это признак глупости. И из этой глупости нам пора уже выходить из этих детских игр. Если при венчании, как вы вчера говорили, перед Богом стоят не только будущие супруги, но и их родственники со своей энергией, то если в родне, а именно у его родителей, у его родителей, заложен гнев, они не хотят этого брака, как может ли брак быть счастливым, или он уже обречён. Если этот гнев после брака продолжается, как с этим бороться? Почему гнев-то возникает? Потому что люди привязаны к своим близкому человеку. Всё. Это признак желания обладать. Вот смотрите, интересно, как вообще судьба действует. Вот если, допустим, девушка встречается с молодым человеком, с которым у него развивается отношение спокойно, без всяких эмоций лишних, родители будут реагировать на это или нет? Нет, они нормально развиваются отношения. Если у девушки начинается страстная любовь такая сильная, что произойдёт? Родители испугаются. Так ведь или нет? Они увидят, что у дочки крышу сорвало. А нахуй так всё. И непонятно, чем занимается всё. Им страшно становится. И правильно. Потому что страстная любовь означает плохая карма. А спокойное развитие отношений означает хорошая карма. Спокойное развитие отношений происходит на высших центрах. А на низших центрах возникает страсть. Поэтому-то родители и боятся того, что происходит у вас. Но если у вас уже создались отношения, вы должны понять, что перед отношениями надо вкладывать силы не близкого человека, а в его родителей. Надо реально отдавать свои силы унижения тому. Все женщины должны унижаться перед родителями своего мужа для того, чтобы умилостивить их. Она должна печень пирожки, приходить в гости, слушать все их наставления, кивать вот так головой, целовать маму его, то есть любить папу, гладить его по голове, садиться рядом к нему. К маме доступ закрыт. К папе нет. Я сейчас расскажу тактику, что надо делать. Девушка приходит в дом. Мама сразу такая. Мама мужа. Ничего страшного. Надо атаковать папу. Надо к нему хорошо относиться, смиренно очень. Выслушать его наставления. И он потом жене подойдет и скажет, хватит против нее выступать. Она нормальная. И все это на женщину подействует. Она начнет думать. Раз муж так считает, значит в этом что-то есть. А тогда вообще никаких проблем. Если папа так смотрит, а мама нормально, надо с мамой сюсю-мусю, она сама с ней справится, на него даже вообще не обращается. Женские дела. Это женские дела. Женщины между собой с сюсю-мусю. Мужик пусть борчит, это все. Он ничего не сделает. Все. Это женская жизнь. Семья это женская жизнь. Это не мужская. Они между собой договариваются. Ну нормально все. Пусть ходит и бурчит. И проблемы. Вообще никакие проблемы. Замкнутый круг. Неуспех мужа, неуважение жены. Как изменить ситуацию? А всегда в жизни все замкнутый круг. Всегда все замкнутый круг. И изменить ситуацию можно только одним способом. Надо стать героем жизни. Надо восстать против замкнутого круга и начать выполнять свои обязанности. Всегда надо начинать с себя. И все. Неуспех на работе означает плохая карма. Если у вас идет плохая карма, ничего страшного. Просто живите дальше. И да, просто жить дальше, это и есть подвиг. Надо спокойно относиться к судьбе. И допустим, жена не уважает, у тебя не успех на работе, ничего страшного. Все равно тот, кто сражается, тот побеждает. Начните сражаться за свою судьбу. Начните учиться правильно себя вести на работе. Учиться относиться правильно к жене. Потом произойдет перелом. Или на работе, или у жены. И пойдет карма выправляться потихоньку. Но вы поймете, что все начинается с человека. Замкнутых кругов нет. Судьба для нас предназначена, а не для мы, для судьбы. Когда человек начинает жить правильно, он побеждает судьбу все равно по-любому. Потому что судьба для нас предназначена. Неразумные люди являются рабами судьбы, а у разумных людей судьба является их рабом. Они направляют свою судьбу, куда они считают нужным. Разумные люди. Они разумные и всегда пляшут под дудку судьбы. Поэтому надо стать разумным человеком, развивать себя как вечность просто. Все. Нравится девушка. Это нормально. Встречаемся почти каждый день. Это тоже нормально. Но нет определенности. Это тоже нормально. Когда можно говорить с девушкой о серьезной дружбе? То есть вы сексом хотите с ней заниматься? Серьезная дружба. Что значит? Видите, он не женитьбе хочет говорить, а о серьезной дружбе. То есть о постели. Молодец, девушка, держаться дальше. Если он начнет говорить о серьезной дружбе, надо ему сказать сначала женитьба, потом постель, брат. Никаких вариантов нет больше. Я честная девушка, а не проститутка. И он будет, о, блин, какая мне досталась классная вообще. Какая возвышенная девушка досталась. Он так будет думать, ничего себе. Надо все-таки попробовать ее в постель сотащить. Еще пару раз. Может, на самом деле не такая честная, возвышенная. Может, обычная. Будет пробовать, не получится. Думать, надо замуж брать. Ну что делать? Таких больше не попадется. Так работает все. И с тем. Когда с ней говорить. Ты можешь говорить с ней о более серьезной дружбе сколько хочешь. Но она должна отклонять. Вообще, серьезные мужчины говорят с женщинами о женитьбе, а не серьезной дружбе. Когда они говорят, когда ведь девушка нормальная, все из нормальной семьи. У меня есть книжка о создании отношений. Почитайте, там все написано. У нас четверо детей. И к зачатию надо готовиться, как понять, какое количество детей надо иметь в семье. Хороший вопрос. Смотрите. Как вы думаете, женщины, почему муж хочет сексом заниматься и мучить не знаю как? Почему? В чем причина? Это значит, что какая-то душа мучает его и хочет родиться. Веды объясняют, что секс на самом деле не для наслаждения предназначен. Он предназначен для рождения детей. И поэтому, если мужчина тянет как бы сексом заниматься, это значит, что от женщины исходит сила, в которой заложена возможность зачать ребенка. Если у женщины исходит такая сила, то мужчина тянет к сексу, он хочет секса, и когда у нее рождается ребенок. Некоторое время секса не так хочется мужчине. Все силы у женщины уходят на ребенка. Если она сильнее, чем один ребенок, она может психически с одним справляться, то она расслабляется, и у нее опять начинает энергия идти на мужа, и у него опять колбасит. То есть, ему опять хочется секса, он мучает опять жену, второй ребенок появляется. Если женщина сильнее двух детей, то опять из нее исходит сила, опять он мучается, опять хочет секса больше, и он мучает, начинает жену, и надо срочно рожать, а начинать опять зачало третьего, четвертого, пятого. И на каком ребенке он успокоится, муж станет философским таким спокойным. Это значит, что все уже, больше не надо детей зачинать. Муж потянет к духовному самосовершенствованию, станет философски направленным, значит все, детей уже хватает. А если вдруг ему секса закончат, то он, мама, папа, они его замучают просто к вечеру, и он опять секса уже не будет хотеть. Потому что измотает просто шесть детей, представляете, сколько энергии надо отдавать. Все. Так устроен этот мир. Сколько надо детей, по мужу надо смотреть. По силе женщины, способности ее справляться, если женщина думает, только не надо следующего. Все, я уже не могу справиться. Значит, надо останавливаться. Бывает так, что мужчине еще хочется секса очень сильно, а женщина уже не может справиться. это значит, что у нее плохой период астрологический идет. Придет время, и все равно придется одного еще зачать. Ну, как бы мужчина последний критерий. Если он предстает, значит, энергии слишком много у него. Ну, как, значит, не все отдает семье. Значит, детей слишком мало. И у жены, значит, очень много влияния на мужа. то есть, вот критерии такие. Все, природа сама все регулирует. Не беспокойтесь. Это значит, что она неправильно ведет себя с ним. Потому что веды объясняют, что когда рождается ребенок в семье, карма ложится на мужа, а наслаждение приходит к жене. Ну, то есть, чтобы зачать ребенка, женщина должна заслужить перед мужем эту заслугу иметь. Когда она заслугу имеет перед мужем, тогда сверхдуша мужа говорит, ну, надо подарить ей ребенка. Ну, что делать? Он хороший человек. понимаете? Ему на мужа нагрузка больше ложится, когда ребенок появляется в семье. Поэтому мужчины виляют от этого, пытаются, чтобы детей не было. Потому что они чувствуют, что будет тяжелее жить. А женщина хочет ребенка, потому что знает, что ей будет лучше с ребенком. И она должна заслужить, она должна служить мужу, как не знаю как, очень стараться изо всех сил. И потом, когда он уже сдается, тогда зачинать ребенку. потом опять служить ему, стараться изо всех. Еще одного потом. Вот так, такая система. А если женщина, ну, там, имеет уже года, и четвертый год, как тогда делать? Муж не хочет, а жена? Все, значит, тогда концерт закончен. Все, не надо больше, значит. муж много лет находится в коме дома. Тяжелый случай, интересно. Каким способом научиться жить и урегулировать психическое состояние жене? Когда муж был здоров, это был близкий друг, защитник, кормилец, дорогой человек. Тоже вопрос. Человеческая жизнь предназначена для высших планет, для небес. Она не предназначена для земли. Мы должны или на высшие планеты попасть, или в духовный мир. Это значит, что в конце жизни приходят страдания. Неизбежно. И женщина должна совершать свой подвиг, она служа мужу, который лежит в коме. Она очищает свое существование, начинает духовное счастье испытывать постепенно. И в следующей жизни ее ждут высшие планеты, где человек будет испытывать счастье очень много. Десятки тысяч лет. Раньше древние люди это знали, они потом поэтому знали, за что убиваться. А мы не знаем этого. Мы думаем, что дальше будет то же самое, что и сейчас. Нет, все зависит от того, сколько ты подвига в этой жизни сделал, такая у тебя будет следующая жизнь. Надо стараться для следующей жизни жить. Это признак разумности. Я вам приведу один пример. Я два месяца назад ездил в Индию, святое место. И там один духовный учитель, наставник, рассказывал про свою семью. У него жена, он проповедовал вместе с женой много лет. И в какой-то момент ей приснился сон. У них четверо детей, они ездили, постоянно давали людям знания. они сами из Великобритании. И жене приснился сон в какой-то момент. И пришел духовный учитель, их общий духовный учитель, и сказал ей, вам надо больше сейчас проповедовать, потому что времени осталось мало. И они начали рассуждать потом, почему время осталось мало. Может быть, война будет, может быть, еще что-то, может, мы не сможем дальше проповедовать, как раньше. И она посмотрела на муж и сказала, а может быть, кто-то из нас уйдет из жизни. И в это время присутствовала их общая знакомая, очень возвышенная дама. И она взяла эту фразу, записала себе в блокнот. Через полгода она заболела раком, эта женщина. И полтора года он ухаживал за ней и отдавал ей свою жизнь. Он сражался за свою жизнь, но не смог ее спасти. Она оставила тело как возвышенный человек с молитвой. И он начал страдать неимоверно, потому что у них была очень возвышенная чистая семья, у них была настоящая любовь, которая нам даже не снилась. Они реально любили очень сильно друг друга, по-настоящему. Верны были друг другу и так далее. И он начал очень сильно страдать. И потом произошло чудо. К нему пришла одна девушка, которая была ясновидящей. И она сказала ему, «Вы знаете, я вас не знала до этого момента, но так как со мной в жизни произошли определенные события, поэтому я хотела бы с вами поговорить». И он посел рядом с ней и она начала рассказывать. Я могу видеть тонкие тела людей, то есть я могу видеть, что происходит. Даже психику ребенка в утробе матери я понимаю. разок я пришла в свою спальню и увидела в том каком теле сидит святая женщина и светится передо мной. И она мне начала рассказать, «Я пришла сюда для того, чтобы ты передала моему мужу важную информацию». Она писала, где находится муж, кто такой, как его найти. Она объяснила ему, что я на самом деле объяснила этой девушке, что она рассказала несколько интимных ситуаций в жизни, которые знала только одна и муж, чтобы он понял, что это правда. И потом дальше она рассказала, она сказала, «Я сейчас нахожусь рядом со своим духовным учителем, я испытываю огромное счастье в жизни, поэтому не надо плакать и беспокоиться обо мне. Я тебе написал, ну как бы это послание послала только для того, чтобы ты понял, что жизнь человеческая предназначена для того, чтобы совершить подвиг и отправиться туда, где есть вечное счастье. Поэтому не бойся, не беспокойся обо мне, я уже там, где надо, я уже испытываю счастье, а тебе пострадать еще предстоит». Понятно? Такое послание она ему послала. И он успокоился после этого. Он понял, что страдания перед смертью неизбежны, и что мы должны выполнить свой последний долг перед человеком для того, чтобы очистить свое существование. Это для нас надо, а не для него, понимаете? Ну, можно его бросить в коме, он оставит тело, он не живет, не умирает, он просто в коме. Но он почему в коме-то лежит? Чтоб ты выполнила свой долг перед судьбой, чтоб ты очистилась, чтоб ты стала чистым человеком, и чтоб ты заслужила милость Бога. А он уже не живет, он ни туда, ни сюда, он для тебя о чем речь. Попытайтесь это понять, это не просто понять. Может, многим из женщин трудно достичь уровня осознания. Я русский человек, но иногда пишут тяжело по-русски, и я как бы может, кто-то прочитает другое, то есть я не могу прочитать, слушай. О, хорошо написали, почти печатными буквами. Я с мужчиной живу один год, мы не замужем, мой муж уже был женат, жил 15 лет вместе, сейчас 5 лет один. Ее бывшая жена психотерапевт. И он ходит к ней консультироваться. Она дискутирует, она объясняет наши отношения ему. У них очень твердая связь у него очень с этой женщиной. она ему дает советы как жить со мной. Так в последней консультации он был у ней и когда вернулся сказал, что наши отношения не имеют будущего и хочет разводиться с собой. Она она уже имеет семью и ребенка. Что делать в такой ситуации я хочу быть с ним. Надо понять, что видите ситуация как раз такая получилась, что ты не открываешь ему сердце и поэтому он не может общаться с тобой. Одна из обязанностей женщина это открывать ум мужу. Женщина должна рассказывать мужчине что у ней на уме. Рассказ как она смотрит на все. Сердце свое открывать и делать это очень нежно. Тогда мужчина тоже начинает доверять женщине и делиться с ней. Мужина сам не склонен открывать свое сердце. Но если женщина ведет себя правильно открыто с ним то он тоже начинает с ней консультироваться с ней советоваться. Единственное этому человеку просто нужно общение с женщиной. Так как у него была жена он с ней мог общаться она его бросила но возможность общаться осталась. Женщине хочется психотерапевту контролировать сразу двух мужчин. Она на самом деле еще не отошла от того мужчины поэтому естественно она дала ему консультацию и постепенно так как женщины они очень психологичны по природе с детства она привела его к разводу потихонечку. Ясно что это вредительское такое вредоносное влияние на семейную жизнь но оно возникло из-за того что женщина сама не могла приблизить своего мужа к себе это не потому что там не это психотерапевт так другая попалась бы. Вот это кстати отношение в ведической культуре запрещалось незрелому мужчине давать советы незрелой женщине. То есть если женщина приходит к мудрцу значит что он уже не смотрит на нее как на любовницу как на женщину смотрит на нее как на дочь дает ей советы такие со стороны но сейчас ситуация какая приходит красивая девушка к психотерапевту и она отдает ему свое сердце рассказывает о своей судьбе смотрит на него преданными глазами ну как ему что ему остается этому психотерапевту делать он начинает говорить да твой муж козел ты такая хорошая такая замечательная девушка и тебе дам мудрые советы и он начинает своими советами разрушать ее личную жизнь и он сам ничего не может сделать это происходит подсознательно точно так же молодой человек приходит к астрологу к женщине она ему делает городской смотрит хороший парень я не замужем и она говорит ты несовместим с этой девушкой если хочешь понять с кем ты совместим ходи ко мне на курсы изучай у меня астрологию понимаете нет к чему это приводит все консультации медической традиции считалось если даже старший консультирует женщину то рядом с ней должен сидеть ее муж исключение составляет семейный гуру когда два человека мужа принимают наставником человека он может наедине поговорить с женщиной и то это как исключение происходит в основном он должен общаться вместе с мужем рядом сидя и давая консультацию двоим сразу понятно вам у нас неведическая культура сейчас некоторое время консультации даже целуются бывает что делает не одна женщина рассказала историю как ей делали массаж мужчина делал массаж и закончился массаж тем что он занялся с ней сексом обычная ситуация будьте осторожны в жизни будьте осторожны в обществе много чего происходит чего мы понять не можем но это неправильно все если духовный учитель сексуально пристает дальше могу не читать значит это не духовный учитель знаете классифика квалификация духовного учителя в чем заключается в том что его нельзя соблазнить духовный учитель это человек который находится на духовной платформе это означает что он женщину не воспринимает как женщину воспринимает ее как душу душенька моя если начинает вот женщина видит когда мужчина начинает смотреть необычным образом глазки становятся сладкими такими как вот я тебе могу дать наставление когда он начинает так смотреть все это не духовный учитель сто процентов надо оставить с ним отношения поставить стенку не ходить не консультироваться не общаться этот человек не поможет жизни сто процентов он только разрушит жизни все сколько бы он возвышенных истин не говорил как бы он возвышенно не жил все определяется по поведению человека если он начал так себя вести все дальше до свидания стоит ли идти в такую духовную школу а вы поймите такую вещь на самом деле что духовная школа здесь ни при чем любой духовной традиции могут быть в семье не без урода как говорят надо искать дальше в этой традиции духовных учителей если там все духовные учителя такие значит надо смело уходить из этой духовной традиции там нет никакой духовной традиции значит там есть просто обман обман или нет это познается очень легко по поведению старших если старшие способны вести себя правильно значит есть духовная традиция если не могут значит нет такой традиции в этом месте но это не значит что писание неправильное писание опять не надо критиковать это личное как бы по запискам то есть желать счастья еще да у нас пять минут осталось до ну все я то есть я больше не могу отвечать на записки потому что у нас осталось мало времени писали прямо вас устраивает от ведения лекции нормально все и вы все будете понимать уже сами для этого слов не надо понимать просто сейчас попробуем это называется уже мистический способ передачи знаний с помощью настроек это не не просто слова а это что-то более глубокое делаем то же самое что в прошлый раз тянемся вверх мысленно кланяемся изображению духовного наставника или святого человека и когда мы начинаем чувствовать что от него исходит чистота то мы эту чистоту мысленно отдаем просто само желание этого достаточно какому-то человеку который нуждается в помощи так мы должны вот все это время проводить какого-то Продолжение следует...